Денис, снова приветствую тебя на очередном видео технического и фундаментального анализа. Мы с тобой классически традиционно с теми инвестидеями и возможностями, которые нам удалось найти, делимся с вами, с нашими подписчиками и фолловерами, для того, чтобы у вас тоже были какие-то вводные в принятие торговых решений. Мы, разумеется, не навязываем, не жестко мотивируем вас к какой-то активности, даем почву для размышлений и подкидываем конкретные торговые идеи. Если что-то не так, обязательно пишите в комментариях, мы готовы контент адаптировать, потому что все-таки он делается, друзья, для вас. Денис, пару слов хотелось бы и один вопрос тебе задать. Сейчас центральная тема, ну, может быть, она уже не такая резонансная, как была в конце прошлой недели, это вот ситуация с коронавирусом у Трампа. Я задавал вот ряд наших партнеров, тоже с которыми делаю контент, касательно того, что это вот правда или все-таки фейк, часть какой-то маркетинговой пиар-компании. Ты вот лично что думаешь? Действительно ли коронавирусом Трамп заболел? Или это следствие того, что он несколько облажался на последних дебатах, и его маркетологи не нашли другого способа сейчас перед следующим этапом, перед следующими дебатами, которые запланированы на 15 октября, чуть-чуть поддержать его рейки? Ты в целом что думаешь? Честно, ну, во-первых, у меня мнение за последний год никак не менялось. Ситуация с коронкой – это не более чем распиаренный фарс, это первое. Второе, опять-таки, когда Трамп, я думаю, в своей жизни чем-то еще болел, помимо коронки, там, грипп, простуд или еще что-то, но почему-то из-за этого не было столько ажиотажа, сколько сейчас сделали на этой псевдоболячке. В данном случае, ну, у меня на самом деле, я не задавался вопросом, болен ли он на самом деле, даже если он и болен, по большому счету это ничего не меняет. Но с точки зрения пиара, это очень грамотный ход. Хотя Трамп, по моему мнению, ну, это не тот человек, который будет давить на жалость. Это было бы, ну, крайне странно, потому что человек достаточно жесткий в своих взглядах, в своих убеждениях, и тут ни с того, ни с сего. Я заболел, смотрите, какой бедный несчастный. Нет, не думаю. Ну, то, что это часть пиар-хода будет, это несомненно, да. Так что, в принципе, рынки, я думаю, на это особо тоже не отреагируют. Там изначально небольшое, буквально, падение коррекционной фонды было на этой новости по поводу его болезни. Ну, уже все это отыграли вполне, поэтому, как это, Трамп чихнул, рынок чуть-чуть откорректировался и спокойно пошел себе дальше. Поэтому кардинально, я не думаю, что это повлияет. Скорее, это больше для рейтингов было сделано, даже если он реально болен. В целом, я с тобой согласен. Действительно, такой сценарий, мне кажется, самым рабочим. Опять же, если посмотреть на новостной фон, последний, связанный с коронавирусом Трампа, больно быстро он направился, сейчас уже готов вернуться к работе. Конечно, пожелаем ему здоровья, как и любому человеку. Но какой-то паники действительно на финансовых рынках сейчас нет. Это, наверное, хорошо. Мы можем продолжать работать с теми идеями, с теми трендами, которые ранее сложились. То есть, мы с тобой много раз сделали акцент на то, что американская валюта, ну, индекс доллара остается очень уязвимым инструментом. Возможно, у тебя точка зрения уже изменилась, поэтому не буду говорить за нас обоих. Отмечу только вот про себя то, что я в целом склонен полагать то, что те тренды, которые мы видели по доллару нисходяще, они будут продолжаться. Ну, давай тогда к демонстрации экрана, чтобы не затягивать секундочку. Давай. Так, начнем тогда с индекса американской валюты. Доллар в целом снижается уже вторую неделю подряд. Сейчас котировки 93.56. Очевидный такой нисходящий тренд. Я думаю, что его нужно было оформлять еще раньше, но вот лучше поздно, чем никогда. Какие идеи сейчас закладываются в основу лично моих убеждений того, что американская валюта будет дальше слабеть? Ну, хорошо то, что ситуация с Трампом никак не изменила рыночное настроение. То есть, да, действительно, в пятницу мы видели рост доллара, как только эта новость пришла на рынки по коронавирусу и распродажу фондовых индексов. Но всю эту динамику уже нивелировали, нейтрализовали, и мы вернулись к тому, с чем работали раньше. Поэтому Трамп точно вернется в президентскую гонку. Я думаю, что дебаты, которые пройдут 15 октября, должны пройти. Ничего не изменится в плане хронологии этих событий. Мы действительно дождемся, и в этот раз Трамп выступит лучше, чем в прошлый раз. И победу можно будет отдать ему. Тоже, знаешь, какой нюанс. Вот сейчас я смотрел результаты опроса в общественных мнениях и оценку вероятности, станет ли он президентом США или нет на второй срок. После ситуации с коронавирусом его популярность выросла на 4%. Ну и, соответственно, можно сказать, и вероятность того, что он станет президентом. То есть 42% сейчас. Это столько, сколько было до первого дебата. Поэтому если говорить о том, было ли это частью маркетинговой кампании, допустим, что если это и было, то эта маркетинговая кампания отлично сработала. Сейчас, как и раньше, мы ждем мер экономической поддержки от Конгресса. После 5-чинных данных по нон-фармам, я думаю, что сам Конгресс понимает, что меры помощи согласовывать нужно. И вчера, собственно, Белый дом прокомментировал ситуацию. Он сказал, что готов заключить компромисс с демократами и готов на сделку. Но только нужно согласовать еще окончательно тот фонд, объем емкости средств, который можно будет предоставить экономике. Я думаю, что по индексу американской валюты можно как раз попробовать в очередной раз отбиться от верхней границы происходящего канала. Это примерно 93.60-93.70. Снова заходить в короткие позиции для тех, кто этого раньше не делал, и ждать уже спуска и последующего сползания индекса ниже 93 пунктов. По европейской валюте, ну, разумеется, все та же единственная, здесь только с реверсом. Если мы ставим на снижение курса американского доллара, в принципе, ставка должна быть параллельна на рост европейской валюты. Тоже здесь предлагаю поработать по факту отбоя от канала, который обозначил, точнее, границы. Соответственно, примерно уровень, с которого можно заходить в сделку снова длинной позиции, в районе 1.17.10-1.17.30, даже чуть пониже, чтобы к уровню скользящей средней приблизиться. Потому что вот к 137-му уровню, мой, наверное, я, в принципе, традиционно всегда доверял, и очень хорошо этот индикатив все показывает в плане отработки технических сигналов. То есть по евро-доллару тоже длинные позиции. Разумеется, тех, кто раньше не открывал позы, сейчас вот лезть на локальных максимумах не стоит. Я допускаю, что может быть еще снижение вниз, и только после этого откупаем. Сегодня на повестке, кстати, выступление Паула в 17.40 по московскому времени. Если он в очередной раз обратится к Конгрессу с просьбой, опять же, о выделении дополнительных средств, возможно, на рынок эти комментарии повлияют точно так же, как во время его последних выступлений в Сенате, это две недели назад. Тогда мы видели все-таки прессинг на доллар усилился на фоне такой риторики. То есть по евро-доллару длинные позиции. По золоту здесь тоже очень похожая ситуация с европейской валютой, то, что я показывал сейчас по евро-доллару. Тоже ждем отбой примерно в район 1900 долларов за тройскую унцию. Покупаем в расчете уже на обновление недельных максимумов и закрепление выше уровня 1930. 1925-1930 – это, кстати, моя прям недельная цель. Как активно мы начали расти, я думаю, что можем до нее добраться. Ну и пару слов про фондовый рынок. Так, в общих чертах, по фондовому рынку мы с тобой ранее давали рекомендацию о том, что этот сектор, NASDAQ, Dow Jones и S&P очень привлекательны для покупок. S&P сейчас котелся на отметке 3382 пункта. Я думаю, что стоит рисковать небольшим объемом, брать даже с текущих уровней, потому что думаю, что по рынку какой-то мощной коррекции точно уж не будет. И мы точно уйдем на максимумы в районе 3500 или даже повыше. Денис, слово тебе передаю. На самом деле очень, я думаю, хороший у нас сегодня обзор получится, потому что у меня мнение абсолютно полностью совпадает с твоим. Сейчас я сделаю показ рабочего стола. Как раз меня должно быть уже видно и слышно. Так, и, значит, по индексу доллара. Я поддержу твою идею. Единственное, только маленький нюанс. Да, здесь можно вот таким вот образом начертить либо же трендовое сопротивление, и она же также по совместительству будет верхней границей нисходящего канала. Но здесь у нас есть вот такая вот прекраснейшая зонка. Это так называемая зона продавцов. И, собственно, я лично считаю, что именно от нее с очень большой вероятностью у нас может действительно произойти дальнейший отскок вниз. Поэтому я на эту неделю, в принципе, даже вот свой анализ заложил. Основную мысль это то, что доллар действительно будет дальше ослабевать. Если раньше отсюда ожидал как раз коррекции, что по нему пойдет, то потом уже увидел, что, увы, коррекция здесь не пахнет. Поэтому внутренние небольшие подскоки я их на отскок брать не планирую. А вот дальше на продолжение тренда вниз, то здесь вот намного это интереснее будет. Так что по индексу доллара, да, действительно 93.73, 94 – это диапазон достаточно сильный для перспективных продаж. И цель это на ближайший локальный минимум поддержки в районе приблизительно 92.75 и там чуть ниже есть. Но в целом ориентир 92.75. А следовательно, валюты в противоход у нас будут. То есть зеркальное отражение, потом уже евро, фунту и так далее. А касательно золота. Значит, золото у меня с тобой по абсолютно синхронной мыслим. То же самое. То есть коррекция вниз, одну вторую маржинальную зону сопротивления ценами. Вчера прошла, то есть закрепилась выше. Она считается уже отмененной. И при коррекции вниз у нас есть достаточно неплохая область накопления. Локальный экстремум здесь же есть. Прошлая зона продавцов, вот она находится. И чем дольше цена торгуется внутри данного диапазона, тем больше вероятности существует того, что все-таки отскок вверх сделан. То есть, следовательно, не будет полноценным разворотом. Хотя еще на прошлой неделе я его ждал и продавал здесь. Причем неплохо продавал. В плюсе был, но в итоге по безубытку выбило. И теперь уже переориентировался больше на покупки. Поэтому здесь с тобой полностью согласен. И целевой ориентир – это вот она зона продавцов 1946-1960. Именно сюда я планирую основную покупку держать, если ее зацепят на коррекции. А что касается индекса S&P 500, здесь у меня точно такое же мнение. Трамп чихнул рынок, вот мы видим, прекрасно откорректировался. Это на самом деле замечательно. Потому что появились возможности еще выгоднее купить там, кто акциями торгует. И, следовательно, сейчас происходит снова новый цикл восстановления через коррекцию вниз. Здесь у нас, опять-таки, находится зона покупателей, причем совмещенной. И ожидаю где-то 3.350, так, на вскидку примерно. Коррекция до 3.350. И затем движение уже в район 3.430 и выше. В целом я до конца года очень оптимистично смотрю на рынок США. Даже с учетом того, что выборы там 1 ноября будут. Возможно, да, действительно, на рынке будет турбулентность, как-то откорректируется. Но, в целом, все равно до конца года, и особенно учитывая то, что частенько бывает новогодний ралли, то все-таки вверх и вверх весьма мощно. Потому что, честно, уже вся эта тема с коронавирусом, просто все уже прекрасно поняли, что это не более чем фарс. Ну, я не знаю, может, еще остались, конечно, те, кто свидетели святого вируса. Но, тем не менее, рынки уже плевать на него хотели. И, следовательно, фонда, я считаю, через коррекцию на ближайшую, хоть минимум, неделю мы увидим снова-таки цикл роста. Поэтому, и особенно учитывая то, что если фонда в рост, то, соответственно, у нас будет происходить отток из бакса. То есть деньги просто будут перераспределяться уже с валютки, с убежища, то есть доллара, уже на более рисковые активы. То есть так называемый риск, он будет включаться. Так что, в зависимости от данной концепции на ослабление доллара, у меня основной анализ как раз на эту неделю вот в таком виде и выглядит. Денис, спасибо тебе за твое видение рынка, за точки зрения. Круто, конечно же, когда прогнозы совпадают, и фундаментально, и технически. В таких ситуациях я верю, Денис, в том, что мы с тобой двигаем рынки. Ну, конечно, я понимаю, что это не так, но… Все может быть. Ну, почему бы и нет, да. Друзья, всем вам хорошего трейдинга. Опять же, основные посылы по поведению доллара, я думаю, что даны. Зная, как может повестись американская валюта, вы можете накинуть эту идею на, например, прочие рисковые инструменты, которые мы, возможно, не разбираем с Денисом. Но риск показывает, в принципе, абсолютно противоположную динамику от доллара. Поэтому, наверное, у вас также есть вводные по торговле другими активами. Денис, хорошей тебе торговой сессии. До следующей встречи, которая состоится в четверг. Я думаю, что у нас будет снова с тобой много и политических событий, новостей, о которых поговорим. Вернемся к Трампу, опять же, как дела у него обстоят. Ну, и посмотрим затем, где будут рынки. До скорых встреч. Да, согласен. До скорой встречи. Пока-пока. Пока.